Дорогие друзья, у нас сегодня с вами одна главная новость. Наступил праздник Пури. Да, это действительно серьезный праздник. Олицетворяет собой освобождение человечества от его ужасного наследия, доставшегося нам от Творца. Да, вот так. Потому что сказано Творцом, я создал зло и дал Тору для его исправления. Этот праздник о окончательном исправлении зла. Вообще. Не только в евреях, а во всем человечестве. Потому что как только еврейский народ избавится от того зла, которое в нем есть, он не зря называется жестоковыйным, потому что он самый эгоистический народ. Самый, в общем-то, глубоко эгоистический. И поэтому, как только он исправляет себя, все остальные народы мира с легкостью следуют за ним и также исправляются, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий. Вот за это-то нас и ненавидят они, что их исправление полностью зависит от наших исправлений. Мы находимся с вами сегодня в особом историческом периоде. Огромные разъединяющие нас силы действуют и пытаются еще больше разъединить нас. Внешние силы Исламского государства, Хизбаллы и вообще всех европейских этих организаций воздействуют на Израиль со всех сторон, пытаются нас пожрать внутренние силы в стране, пытаются разъединить, возвеличивают ненависть, увеличивают разбиение народа на всякие его части. В таком состоянии, естественно, что насрало, руководитель Хизбаллы говорит о том, что можно уничтожить нас, потому что мы разъединены и не собраны вместе. Он абсолютно прав. То же самое говорил и Оман. Я надеюсь, что этот праздник будет олицетворять наше объединение, нашу связь между собой, которую мы должны достичь, и тогда мы избавимся от ненависти к нам, антисемитской ненависти со всего мира. Народы мира убедятся в том, что своим объединением мы принесли миру избавление от этого первородного зла, который создал в нас Творец, специально, чтобы мы его исправили и поднялись таким образом до его уровня, до его раскрытия. Народы мира соберутся все вместе и поднимут на своих плечах народ Израиля, вознесут его на горы Иерусалимские и помогут выстроить третий храм, который, как сказано, дом мой дом молитвы наречется для всех народов земли. Мы очень надеемся, что это случится с нами в этот праздник, и мы призываем вас всех к сближению, к любви, к дружбе, к взаимному согласию. От этого зависит избавление мира от всех его проблем, и сближение между нами приведет также к взрешению нашему на следующую ступень, духовную ступень мира, входу в следующее измерение. Мы сделаем это для нас, для наших детей и для всего мира, и ради Творца. Удачи нам в этом. Счастливого праздника!